Здравствуй, хочу показать тебе новый сервер по грейсмоддарк.рп. Вега Роллплей. На сервере есть удобное и кастомное F4 меню. Также у вас есть уникальная возможность выращивать отменную травку на новом плагине Зерус Гроап 2. Отваривать тонны мета и продать их скупщику. Или распространять по городу. Майнить криптовалюту, притворяясь программистом. Всё это и многое другое на нашем сервере Вега Роллплей. Ссылки в описании. Будни администратора, наказал админа токсика, наказал школьника быдло, наказал быдло, забанил быдло и прочие другие нарицательные, которые присутствуют почти в каждом моём ролике. Вероятно, некоторым из вас они уже надоели. И кто-то хочет сказать, а когда будет что-то новое? Когда будет новая игра? Когда будет новый режим, на котором ты поснимаешь видео? Или же когда будет новая рубрика на излюбленном Дарк РП? Те, кто задаётся такими вопросами, пожалуйста, поймите, осознайте и примите, что в Гаррисмуде больше нечего делать, как сидеть на маниках и сраться с другими людьми. Но это если говорить про те сервера, на которых я снимаю, а именно сегмент Дарк РП. Он же самый популярный и самый обсираемый режим, и поэтому я здесь и снимаю. Я здесь стримлю, я здесь записываю видосики и здесь держу сервер, потому что он популярен. Поэтому список работ для администратора Душнилы достаточно широкий. Либо наказать быдло, либо наказать донатного школьника, или же забанить токсика, школьника донатного быдла. А теперь смотрим видео. Мне кажется, что это скрипач, он выставил контент из пальца. Так, ну, пока что я просто иду. У меня минута осталась до конца КМЧАСа. Может быть, мне удастся кого-то посадить. А может быть, я просто проведу плановую проверку на нелегалках. Это я делал в своих прошлых роликах. Такая тема очень хорошо заходит, потому что некоторые начинают нарушать ФРРП, бегать, пытаться от наручников. Ну и всё в подобном духе. Но это свой, он мне не нужен. Ладно, пока я добегу до центра, КМЧАСа уже кончится. В этом я считаю, не больно. Это тоже свой, но ладно. Кстати, вот в таких лотереях я могу поучаствовать, которые на 100 тысяч делаются. Ибо играя за ГОСа, у меня зарплата очень и очень хайфовая. Здравствуйте, можно я так? Сейчас к стене встаньте пока что. К стене встаньте, и вы тоже. Перепортируй на админбазу, поехали. А, ну да, пошли. Да дай пройти. К стене оба. Я же сказал только выше. Буду отстанять, фэра. На легала нету. Теперь вы в шляпе и в маске. К стене встаньте лицом. Извиняюсь. Лицом к стене говорю, встаньте, пожалуйста. О, тебе говорят, лицом к стене встаньте. Не толкайся. Нужно причину. Только что Камчат закончился, и большой наплыв людей в банк. Меня мэр вызывает, можете у мэра спросить. Ну, это я потом уже у мэра узнаю. Мне сейчас нужно осмотреть вас. Хорошо. Можно лицензию на оружие? Лицензию предоставьте. А то мне кончивать. Все, все в порядке, всего доброго. К стене лицом встаньте, пожалуйста. Я осмотрю вас на предмет нелегала. Зачем? В смысле, зачем? Здравствуйте. А, стойте, стойте. А можно лицом на оружие-то? В честь того, что Календантский час закончился, и большой наплыв гражданских в банк. Мне нужно осмотреть вас. Станьте лицом к стене. На Сайгу есть лицензия? Сайга-20. Лицензия есть на ней? Есть одно такое пожелание для рук состава Мухосранской. Сделайте, пожалуйста, разделение оружия при обыске на донатное и не донатное, чтобы люди не путались. Мне кажется, я даже кого-то, когда снимал, посадил за то, что у него было донатное оружие, которого не было видно. Пример такого разделения вы видели уже на Гамбите, когда я снимал там ролики. Документы покажите. Документы покажите свои. Все в порядке, вы свободны. Так кто таким спасистым голосом? А вы куда идете? Я за лицензию, а что такое? Ну, сейчас только что Камчат закончился, много очень людей приходят в банк за лицензию, так и просто так. Мне нужно осмотреть вас на предмет нелегала и дальше делать, что хотите. Окей. Голос у вас, конечно, но не смешной. Значит, тогда бегом получать лицензию, но пока не соблюдают. Гражданский... И побежали. Гражданский, постойте. Постойте. Что? Комендантский час только что прошел. Большой наплыв гражданских как раз идет в банк. Мне нужно вас осмотреть. Да господи, отстань, от меня хватит без причины проверять людей. Я еще раз повторяю, лицом, пожалуйста, к стене встаньте, иначе мне придется использовать либо табельное оружие, либо дубинку. Лицензия на ППШ имеется, нет? Ты дятел? Ты дятел? Оскорбление госслужащего, вы за это сядете в тюрьму. Пиздец, я же понимаю. Оскорбление госслужащего, нельзя материться. Болбан, ебаный. Ты что, дебил? У тебя дубинка на кой тебе дается? Какое открытие огня? У нее не занимайся, с дубинкой работай. Я буду стрелять, в стене встаньте. Давайте я вам помогу. Не, не надо убивать, не надо убивать. Послушается меня. В стене встань, раз, два. Все говорят, встаньте, в стене. Ты что, сувол достал? Мужик, ты сувол достал. Убрал ствол, ствол, убрал, ствол, убрал, 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 ствол. Я тебе говорю, ствол убрал. То он сломал достал, а я не виноват. Ну, что, блядь, поделать? Сорян, братиши, я в тебя попал. Если что, я у тебя уже, как и по логике, отсосал. Здравствуйте, 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 господа. Здравствуйте. А, он, блядь, ливнул, ну, сука. Вандала какого-то слышу. Я не пойму, на кого ты наговариваешь постоянно, остановись. Да слышу, кто-то по стене бьет. А встаньте лицом к с ней, это проверочка на наркотик. Так я пустой, я с метро выход. Сайга, в какое метро в Сайга? Тихо, тихо, не алис. Покажи лицензию, развяжите его, покажите лицензию. Окей, хорошо. Так у меня даже... Сайга у тебя была найдена. Чтобы у него был саргазмирующий. У тебя есть... Так это... Уезжай отсюда. Это... Это игрушечная. Нафига не надо. Игрушечная? Эй. Серьезно? Достань, покажи. Ну ладно, это настоящее. Достань, покажи, осмотрим его. Покажи. Достань оружие, покажи, мы его осмотрим. Так, все, тихо, 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 тихо. Осматриваем, осматриваем. Красная кимпочка. Игра кубу Цикар выпала, РП удача 89 и 100. Номер действительно, оружие не игрушечное. Вы стоите в тюрьму. Игра кубу Цикар выпала, РП удача 59 и 100. За ношение нелегального оружия. Блин. Жаль, тут ду не сделали. Ду очень бы, ну, вписался сюда, раз тут медиум РП. Вот так вот, ребята, я нахитрил, как можно чела посадить, даже за то, что он донат на оружие носил. Я вынудил его достать, показать. Он сам сказал, что это игрушечное. Я ему сказал, что у него найдена сайга. Он мог, конечно, отмазаться в лоуике, то, что это донатное. Даже если оно реально было донатным. Ну, он мне сам сказал, что это игрушечное, а я дальше развил эту тему. Мол, давай проверим, игрушечное или нет. Я сверил номер оружия. На каждом, кажется, оружие есть какой-то определенный номер, вроде бы. Слез. Слез, говорю. Слез, раз. Жмут, блять. Слазь. Жмут, безошел. Слез, полетел. К стене. Убрал плакаты, к стене встал. Ухади. К стене, говорю, встал. К стене раз, не два. Ладно, стой, стой, стой. Ухади. Ухади. Будьте арестованы за неподчинение. Ладно. А он не имеет нелегала. Было так. У него нет нелегала, но он арестован за неподчинение. Все в порядке. Чувак, чувак, подадим, чувак, чувак, подадим. А вопрос, ты как этот голос делаешь, который сейчас бил? Я в Болгарии живу, я после завода пришел, жену отпиздил, в танки играю. Живи так же и будет такой же голос. Чего вы делаете? Ебанулись совсем? Что ты творишь? Ты чего мир докатился? Твою мать, стыд и павел. Это правда. Блять, следственный комитет. Беги, я ее задержу. Ты меня ударил, нахуя ты это делаешь? Ну, НРП. Да иди ты нахуй тогда все, блять. Я, я только, блять, охуеваю. Чувак, охуеваю, чувак, пизда. Спустя 5 минут бесплодных похождений по серверу, я понял то, что нужно все-таки заступить на работу администратора. Да, я и без админ профессии тоже неплохо попадаю в РП или НРП ситуации, но это уже от игроков зависит. Но у меня, к сожалению, не 10 ног и рук, и я не могу из-за этого принять участие во всей суете, которая творится на сервере. Поэтому я решил стать администратором, чтобы помочь игрокам разобрать их ситуации, которыми они были недовольны. Давайте-ка я стану администратором. Фри арест. Ой, блядь. Бринг, привет. У тебя жалоба на фри арест. Да. Нет, ну у меня не фри арест, я просто с вашей стороны, чтобы... Как сказать, был фри арест, не было. Короче, среди ситуации. Митингуем мы, прибегают менты-менты, начинают пиздить чувака палкой. Я говорю, за что вы его бьете, он же безоружный, ничего не этого. Говорю, вы не люди-звери. И меня сажают за оскорбление госслужащим. Как это идет вообще? Ну, вполне себе котируется. Особенно во время митинга. А на нем на площади Ленина переворот против власти. Там до хера сообщение. Это уже не митинг. Это, может, прям переворот против власти, который нужно подавлять. Так что, есть тут нарушение или нет? Нет, там большинство людей даже сопротивлялось тому, что им полиция говорит кому-то. Говорили, ставь лицом к стене, они не слушались. Вот. И получили неподчинение. Большинство. Да нет, нет. Да я не про них спрашиваю. Про них-то вообще насрать. Я именно... То, что если я назвал его зверем, то че? За это сажать надо? Ну, там такая ситуация, что ты, считай, полицию на себя перенял, и они на тебя уже обратили внимание. У них реакция абсолютно обоснованная. Да понял, дед. Все, спасибо, хорошо. Али Ленин. Фри арест. Брин. Ой. Здравствуйте. Фри арест. Можешь сейчас слепнуть этот ученик? Какого ник? Бля, я не помню, честно, логи. Можешь чекнуть, если можешь? Ну, давай, сейчас чекнем, посмотрим. Что-то арестов достаточно много. Али Ленин. Николай Домино. Не помню, какой. Николай Домино. Николай Домино тебя за арест. Степни его сюда. Николай Домино на тебя жалоба по причине тебя ареста. Что даже не спросили? Николай Домино на тебя жалоба. Он не он. За что ты меня арестовал в доме, блядь? За оскорбление. Да какое оскорбление ты РП, блядь, не отыграл? Ты ко мне подошел, ты мне, вы говорите, откройте двери. Я открываю вам двери, блядь, не сопротивляюсь. Ты мне, блядь, берешь приклад, слушай меня, ты мне, блядь, берешь приклад, поебалу даешь, говоришь, блядь, лицом к стене, одеваешь наручники. Ты говоришь, мы, блядь, у вас просим пару слов. Ты говоришь, мне похуй. И даешь мне с приклада, блядь. Я тебе говорю, ты, блядь, можешь, тупая сука, блядь, отыграть РП, блядь? Без оскорблений, первое предупреждение. Ой, ну я хочу нормально отыграть РП, они мне говорят, ну вот менты, типа, откройте дверь, мы, типа, блядь, просто у вас пару слов спросим насчет ювелирки. Он мне говорит, все, ты арестован, то, что у тебя рюкзак и, ну типа, блядь, оружие. Типа, он меня без причины просто берет, блядь, проверяет, и потом берет, одевает наручники и арестовывает, блядь. Стой, а оружие у тебя было? Да, было, но мне сказали то, что они проверят меня, ну типа, не будут проверять, а просто спросят меня насчет ювелирки. Типа, опрос граждан, этот чел меня, блядь, грет, сразу же с приклада бьет и говорит лицом к стене. А, понял, давай сейчас я теперь побеседую. Смотри, арестовал его за что? В логах есть запись об аресте с твоей стороны. Он меня очень много раз оскорбил, после обыска. Он меня очень много раз оскорбил. Угу, ну я в этом уже не сомневаюсь. До этого обыск по причине какой был? Ну вот за оскорбление вообще обыск. Тихо. По причине какой обыск? Причина была, во-первых, что я был ФС Башникова, во-вторых, недавно ограбили его. В-третьих, у него был рюкзак. С чего ты взял то, что мы его ограбили? У тебя на какое были основания? Потому что мы один раз уже отбили, у меня было подозрение. Ну, вы всех убили, блядь. Я сейчас с ним беседую, с тем, кто тебя заарестил. Давай, ты только что высказался, подождёшь. Я вопрос, как вы... Рюкзак, в смысле, почему ты его... Как ты вообще додумался? Вот учел рюкзак, и что дальше? Учел вот рюкзак, я решила проверить. Вдруг, допустим, если в плане РП объяснять, то у него там, может быть, что-то... Я его проверил. Угу. Хорошо. У него было оружие, он говорит. Ты его проверял чекером? Да, проверил. Оружие нашел, правильно? Да, да, по-моему нашел. Угу. Ну, он говорит, ты его оскорблял. Я его оскорблял после того, когда он меня в наручнике заковал, и просто без причины это всё делает. Али, Али, послушай. Если ты начинаешь уже диалог переводить на оскорбление с полицейским во время вот этой вот РП-шки в обыске, это уже есть одна из причин, чтобы тебя посадить. Что нет? Оскорбление госорганов, оно указано в свепе ареста. Нет, да я тебе расскажу. Смотри, причина в том, что я его не оскорблял изначально. Типа, я просто стоял возле двери, и они мне говорят, открывай дверь. Я открываю, блядь. Ну, я это знаю, я это понял уже. Ты уже рассказываешь три раза подряд. Слушай, он мне въел будет с приклада, я отхожу, я говорю, что случилось, что я сделал. Типа, он мне такой говорит, всё, ты арестован, типа, блядь, некая. То есть он, типа, не отыгрывает РП, типа, встаньте лицом к стене, там, типа, я вас проверил, он мне ничего про это не говорит. Он мне просто сразу же, типа, заковывает наручники и говорит, у тебя портфель, ты воровал, у тебя есть оружие, ну, сразу чекает и меня сажает, блядь. После этого я начал его оскорблять. Блядь, чел, если бы я тебя не оскорбил, если бы ты просто РП отыграл, а ты его никак не попытался отыграть, ты просто меня сразу ебашить хочу, блядь. Терягу, ЗПМ этот, ебаный. И сказал ты мне то, что, блядь, у меня рюкзак. Ты, да при чём тут оскорбление, блядь, там не было, ты меня уже наручники одел, ты меня так... По одному говорите. Чё, я тебе объясню. Ты меня уже, блядь, ударил палкой и говоришь, что всё, ты арестован за... что-то за оружие, блядь. А потом я тебя начал оскорблять и говорить, что ты долбоёб, ну, хуя ты, типа, меня арестовываешь ни за что, типа, ты даже РП не отыграл, всё. Смотри, у тебя на НРП. Какое? Почему? Потому что, судя по вашим версиям обеим, которые вы рассказали, ты его начал осматривать без каких-либо особых оснований. Потому что недавно его ограбили. И что? Где ты его осматривал? Ты просто для себя там выдумал то, что вот он, скорее всего, был ограбителем ювелирки. Ты не проверил ничего, не отыграл. Ты просто его повязал, как ты тоже рассказываешь. По какой причине у меня-то было нарушение? Ну, то, что ты нормально не отыграл, не побеседовал с ним, ты просто начал его вязать. Потому что у него рюкзак, ты сам сказал. Меня сейчас не перебивай. Ты его вязать начал просто потому, что у него рюкзак, ты мне уже два или три раза об этом говоришь. Что, нет, что ли? Мне демку поднять, где ты об этом говоришь. Ну, вы можете делать, что хотите, проверять, не проверять. Я его обыскал, у него был ПМ. Да, но посадил ты его по причине того, что он тебя оскорбляет. Да, он меня начал оскорблять. Но ты нормально не отыграл РП, ты просто для себя там выдумал с бухты-барахты причину. Вот у него рюкзак, надо бы его осмотреть. И ты его взаковал, взял в наручник. А какую ты реакцию еще от него ожидаешь? Ты не можешь на ровном месте вот так подбежать и чела вчекать, завязывать наручники. Ты для этого хотя бы должен пригрозить оружием. Искать, встать лицом к стене, объяснить причину остановки человека. А посадил ты его за оскорбление полиции, да? Потому что когда я его взаковал, только хотел арестовать, он начал меня оскорбить. Я тебе другой вопрос задал. Ты его посадил за оскорбление полиции, да? Угу. Да, ну реакция понятна, оскорбительная вот такая. Почему он так начал реагировать? Тут даже без демок понятно. Потому что нормальный человек на то, что его лицом к стене если поставят и объяснят в чем суть, он не будет так реагировать. И получается ты влетел в квартиру. Начал его обыскивать и завязывать наручники и бить арест палкой за оружие. А он тебе, слушай, а он тебе говорил, за что ты будешь первый раз арестован за ПМ, он тебе говорил? А он мне сказал то, что типа все понятно, у него типа портфель и все, я его сажаю. Ой, ну типа тоже... То есть ты его собирался, бля, арестовать, нормально первый раз не объяснив ему причину? Я его собирался арестовать за ПМ, за ПМ. А ты ему не сказал этого даже? Так изначально ты сказал то, что типа портфель увидел. Вот типа он, блядь, по-любому сваровал. Нет, это неадекватная причина для первого ареста, у тебя на НРП. Все, тихо, вердикт. У тебя на НРП. У меня первая причина для ареста была нелегал, потому что у него был САП. Нелегал. Ты лицензию даже не искал, что проверил. Нихуя ты не сделал. Ты просто чела обыскал на равном месте. Просто потому что у него портфель. Ну да, ты там нашел пистолет. Лицензию проверить? Нахуй надо. Сказать, за что будешь арестовать? Тоже нахуй надо. Что ты удивляешься? У тебя на НРП будет. То, что ты его арестовал, говорю, за оскорбление, это да. Это есть такое. Оскорбление у него, арест заслуженный. Но то, что ты нормально не отыграл его проверку, ни лицензию нихуя не проверил. Ничего. И ты ему в первый раз хотел сказать, что вот у тебя там рюкзак, все понятно. И ты этого, кстати, не отрицаешь вообще. У тебя на НРП. Один вопрос, зачем вы так вытянули себе голову? С какой программой вообще зачем? Это без разницы. Тебе волновать это не должно, по сути. Интересно, мне интересно. Интересно. Бля, пиздец, проебал все бабки нахуй? Сювелирки, бля. Кому ты это сказал, слышишь? Ёпта. Я его не оскорблял, я оскорблял бандита, который... Какой бандит? Меня оскорблял, послушал. Тебя в маске. И что? Ты бандит. По тебе видно, что ты бандит, ты в маске. Нормальные люди у меня. А по тебе видно, что ты долбоеб, летом в ушанке ходишь. Что дальше? Ты для пятидесяти килограммов говна больно дерзкий. Братан, я пришел. Я тебя въебу сейчас, если не отстанешь от меня. Ты что, совсем ненормальный? Ты что, бля, чувак? Алло. Далее он увидит человека с оружием, который уже на него начинает целиться. И на него обращать внимание. Но его это не испугает. И он решит меня все-таки до последнего попытаться заковать. Не, не трогай, не трогай, не трогай. Не надо, не надо, не надо. Иди пока, иди, иди свою дорогу. Иди свою дорогу. Забудем про это, давай. Эй, мне нужна вакцина. Ещё одну вакцину. Бля, да почему мне опять дало болезнь? Ещё одна вакцина нужна, дайте, пожалуйста. Опять я сейчас заболею, ну, сука, что это такое? Так, ладно, я что-то начинаю изменять своим понятием, так скажем. Я же хотел поадменить конкретно. Мухаммед Абдул, помощь. Привет. Тяжело. Здравствуйте. Да, можешь, пожалуйста, да, сейчас скажу. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Не капитан полиции, сейчас. Полковник ФСИН. Что? Он меня убил, получается, арестовал за взятку без доказательств. Ну, не арестовал, извиняюсь, уволил за взятку, при котором его не было. У него даже сейчас ни демки, ничего. Также он, когда подчиняет, получается, полковник ФСИН, по-моему, подчиняется судебному, областному суде. И будет часа, август на 7, да? Сейчас я к нему слетаю, а оставайся тут. РПшка есть какая-то, полковник? Судя что-то не решает. Не подскажете, а у вас... Не подскажете, а у вас это... Полковник занят? Это наши машины там стоят? Полковник занят? Какой-то я минуту там летю жить, 20 минут где-то прошло. Я вас не понимаю, честно. Полковник занят, на тебя жалоба. Я не понимаю, что вы говорите. Он был на совещании? Я... я не понимаю, что вы говорите. Я не могу вам ничего ответить. Окей, хорошо. Сейчас степнем его сюда. Просто взял, проигнорил. На тебя жалоба. Ты арестовал меня за взятку без видимых доказательств. Причем ты вроде как, по-моему, подчиняешься суде, и тебе, получается, судебный, ну, областной судья попросил остановиться. Я понял, что ты уже нонерпешишь по факту. Я начал подчинять того, чтобы он был на суде. Глава города объявил комиссар от бюджета. Да, уволил за взятку без видимых на то доказательств. Ага. Это было так? Я все написал в причине увольнения. Ты написал взятку, но взятку ты даже не заметил, когда мне давали взятку. Мне не давали взятку, это во-первых. Причина увольнения. Я просто сказал, что там с твоим делом. Я же написал причину увольнения. Я тебя сейчас, как администратор, спрашиваю. Причина увольнения. Как ты понял, что взятка, не взятка? Взятка. А как ты понял? Как ты понял, я тебе вопрос задаю. Как я понял? Смотрите, администратор, объясняю вам. Человек неоднократно уводил зэков, общался о каких-то делах. Потом, образом, зэки сбегали из тюрьмы. Также я видел, как он открывает у нас столовую. Он неоднократно уводил зэков, говорил о каком-то деле. Он говорил о каком-то деле. Да не перебивай меня, администратор. Можете сказать ему, чтобы он не перебивал меня? Я вас прошу. Значит, смотрите. Видим неоднократно, как он уводил заключенных. А потом данные заключенные куда-то пропадали. Он почему-то всегда один куда-то уводит заключенных. А потом они пропадают. Хорошо. Вопрос. Ты лично видел, как он берет взятку? Вот лично, что ему передают? Не понимаю вас. Ты лично видел, что мне давали взятку? Да, видел. Когда это было? Не могу сказать. Я долго на полковнике. Доказательства есть? А, ну да. Ну я уже долгое время на полковнике. Доказательства есть? Что в третьей ком-чат? У меня? У тебя. Нету, а что? Ну, значит 5.9 бет в син. Доказать не можешь, но чела уволил. Ну, а так почему? Если я видел взятку, я могу уволить. Когда ты видел взятку? Человек должен доказать. Да, ты должен доказать, что ты дал взятку. Вот ты ее давал, когда человека уволил. Когда? Вот именно где, когда и окажешь. Он не может доказать. Вот и все. Можешь, пожалуйста, не сетать меня на профу? У меня просто сейчас отойти надо. Окей, я тебя просто верну. Вы типа серьезно? Я ехал на мопеде. У меня сейчас тупо укрытут мопед. Ну давай сейчас верну тебя. Как мне тогда за ним летать, пока он на мопеде ездит? На фрекил на таксиста с именем. Фрекил? Крош. На фрекил жалоба? На кого? Да, 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 на фрекил. Игрок Крош? Давай сейчас степну. Что? Да блин, чел. Ты понимаешь, у меня сейчас РП было. На тебя жалоба пришли. У меня РП было. Я понимаю, на тебя жалоба. Короче, объясняю ситуацию. Я еду на мопеде, окей. Вначале мы там потолкались на машинах. Потом я начинаю ехать сзади. Он притормаживает. Я его объезжаю. Вначале я там один раз в него врезался. Потом я его объехал. Доезжаю уже вот как за мэрию. Такой огромный участок есть. Я туда подъезжаю. Хочу встать припарковаться. Этот жданин берет на свое такси и врезается мне в жопу. Я выхожу, закрываю машину. Он тоже выходит. Я типа вызываю ДПС. А нет, я вы... Не перебивай. Короче, я вышел. Не перебивай, я еще раз говорю. Продолжай. Я вызываю ДПС. Он садится, открывает свою вот эту... Короче, такси. Садится в нее и врезается у меня на скорость и убивает. Сейчас чекнем логи. У тебя голос как у Артура Пирожкова. Короче, смотри. Ну, получается, ну, как он и говорил вначале. Потом он меня обогнал, получается, да. Он начал ехать по встрече. Я ему вроде то ли говорил, то ли сигналил. Он не понимал. Потом. Ну, получается, я ехал, ехал. На полной скорости я нажал Е. Ты понимаешь? Я случайно нажал Е. И вышел из машины. И эта тупая машина проехала вперед. И врезалась, получается, в него. А что, ты разгонялся зачем? Я обычно разгоняюсь всегда. Не надо обычно разгоняться всегда. Вот ты подтвердил бэтдрайвера. Извиняюсь, администратор. Я тебя перебил. Смотри, во-первых, ты вначале... Ты меня вначале в жопу затаранил, когда ты вышел, словам, нечаянно, да. Потом ты намеренно сел в машину, отъехал назад и просто в меня втаранился. И при этом, когда я умер, ты говорил, что я, по-моему, дебил или что-то такое, и таранил этот мой бэтдрайвер. Было такое? Да, было. Но потом я хотел уехать, и то есть я ненамеренно таранил бэтдрайвер. У тебя уже есть НРП-драйвер, ты подтвердил его сам. В смысле? Ну, в смысле, ты сказал... Ну, я обычно разгоняюсь, а обычно это просто так, без нужды делать вряд ли нужно будет. Ну, вообще-то, челики тоже разгоняются, очень много челиков. Так, подавай жалобу за НРП-драйвер тогда. Я сейчас конкретно про тебя говорю. Ты же на разборке, на тебя жалоба пришла. У тебя 30 минут за НРП-драйвер. 30 минут, да серьезно? У него фрикки еще есть. Но он убил непреднамеренно, как он рассказывает, он из машины вышел, а там в записях есть, в логах, то, что он тоже убился, когда вылетел из бюджета. Ой, оформляем ДТП! ДТП оформляем! 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 Да, заткнись ты уже. Долбоеб какой-то, ебовый. Да, хватит меня таранить, блядь. Я не таранила? Я тебя заберу. Да, придурка, блядь. Спокойся! А? А? Чего? А? Чего? У тебя на НРП-драйвер. Чего? На НРП-драйвер у тебя говорю. Алло, чего? А? Ты что, глухой говорю? У тебя на НРП-драйвер. А? На НРП-драйвер, говорю, у тебя. Чего? Нарушен. А? На НРП-драйвер, говорю, у тебя. Не, не слышу, не слышу. чё? А чё ты отвечаешь, раз меня не слышишь, ты чё, совсем? Ты ж только что слышал, когда с тобой разговаривали. Монут драйв у тебя, ты читать умеешь? Вот читать умею, я езжу в чате шутка. Мой номер квадрайв, где он у меня проявился, скажите, точнее, напишите мне. По фану машины таранишь? Это машина у моего друга была, я его прижимал. Незаметно по возражениям челов? Потому что я с этим другом сейчас диском. Крич выдаю? Это только тогда быстрее, пожалуйста, если у меня есть нарушение, давай быстрее. Чё быстрее? У кого на еб... Это нарушение правила, которое запрещает вам провоцировать полицию подобными действиями, а именно стрельба у себя в квартире, кричать, что тут маники, или же вызывать полицию на себя, категорически запрещено. Этот же чел обстрелял буквально всю свою квартиру, чтобы пришли какие-нибудь госы к нему в дом и начали что-то делать. Ну, он захотел постреляться и пытается найти повод для того, чтобы постреляться. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 провокации полиции. Зачем ты еще убил их потом? Ты русский, алё? Зачем ты еще раз их убил? Спрашивают. А, это голос у тебя такой, господи. Так, смотри, я первого хотел взять заложники, второй заходит, говорит, я тоже хочу стать заложником. А первый начинает, короче, перезаряжать оружие, и я его убиваю. Я побоялся, что второй тоже может достать оружие или там вызвать подмогу, но я его друга на его глазах убил. Вот, как свидетеля. Хорошо, а тот, когда ты его брал в заложнике, первый самый был, он держал оружие? Что, что, что? Нет, у него не было оружия в руках. Я просто потом повернулся, зашел второй. Вот, я смотрю, типа, первый начал перезаряжать оружие, убил первого, короче, вот, и потом типа, второго как свидетеля. Вот, типа, второго как свидетеля. Ну, провокация полиции у тебя все равно есть, джаил 60 минут. Нет, в смысле, алло, подожди, там был... Нет, у тебя есть провокация, полиция, ты бегал по квартире, стрелял, чтобы привлечь внимание. Смотри, я убил первого, он начал перезаряжать оружие, то есть, это, ну, угроза была моя жизнь. Ты хотел себе привлечь внимание, стреляя по стрелке в квартире, я видел это все самого начала, до конца. Он, то есть, смотри, был свидетелем, так как я убил первого, но там, я говорю, я видел все самого начала, до конца, ты меня не слышишь, что это? Как свидетеля. 60 минут у тебя. Понимаешь? У тебя 60 минут. У тебя 60 минут, я все видел с самого начала, до конца. Ты стрелял, просто так бегал по квартире, говорил про маники, чтобы они прибежали, ну вот, молодец. Ладно. Чотикс, и что у тебя за голос, кстати, такой странный? Удачи. Ох, ебать. Здравствуйте, дракон, радио, я лежал, пошлите за мной, пойдемте в эту комнату. Пиздюка, блядь. Ой, без кока, подожди. Субтитры сделал DimaTorzok